Hello my friends! Сегодня ко мне приехала большая посылка из Китая И это первый раз, когда в этой посылке сразу два телефона Телефоны очень похожи, оба от компании Meizu Meizu U10 и Meizu U20 Давайте приступим к распаковке посылки Весит она практически килограмм Шла почему-то почтой Швеции И надеюсь, здесь всё в порядке, ничего не повредилось Дошла, кстати, достаточно быстро она мне Так, уже вижу сразу два чехла, вот таких дешёвеньких Но продавец молодец, положил мне на первое время два таких силиконовых чехла U20 и U10, U10 поменьше, U20 немного побольше И вот такая вот упаковка плотная, хорошая, мне нравятся такие упаковки В ней уже точно ничего не повредится И давайте смотреть, что же у нас там за телефоны На самом деле телефоны достаточно интересные, стоят недорого Но при этом хорошими характеристиками обладают Начнём мы с какого телефона? Какой вам интереснее? Мне лично всё равно, потому что мне они оба интересны Ой, нечаянно повредил это О, какие переходники! Смотрите, первый раз такие переходники вижу Это на нашей розетке Обычно приходят чёрные адаптеры, а в этот раз пришли вот такие белые здоровые Ну ладно, это тоже неплохо Ну и начнём давайте с U10 Он у нас младше, чем U20 Начинаем с него Что у нас здесь написано? Здесь характеристики, всё на китайском И давайте смотреть на сам телефон Также продавец положил мне стекло защитное тоже на этот телефон В общем, продавец молодец, положил всё необходимое И вот как выглядит этот телефон Значит, он у нас полностью стеклянный Так же, как и U20 Давайте я сейчас сниму все эти наклейки лишние Чтобы можно было рассмотреть телефон повнимательнее Так, и вот здесь я уже вижу небольшие косяки Смотрите, ребята, вот здесь вот на этом крае Как будто телефон упал на этот край Здесь есть небольшая такая вмятинка Не знаю, на камере будет это заметно или нет Возможно, даже я открою спор Потому что вот этот скол Да, это не вмятина, это как будто скол Как будто телефон реально упал И кусочек пластика отломился Он очень хорошо заметен И я думаю, что при продаже Когда этот телефон я буду продавать Покупатель это заметит И, возможно, даже потребует скидки от меня Поэтому, скорее всего, я открою спор Приложу фотографии И попробую отсудить долларов 5 За вот этот косячок Ну и смотрим сзади, что у нас Сзади тоже стекло Вообще, стеклянные телефоны Они, конечно, очень красивые Но если он упадет, вы понимаете То разобьется у вас и это стекло И это, скорее всего И очень дорого будет это все поменять Но смотрится это, конечно, очень шикарно Прям очень шикарно Телефон, конечно, выглядит просто отлично Хотя стоит не так уж и дорого И вот эта кнопочка, она тоже такая приятная Вообще, Meizu большие молодцы У них классные дизайнеры Мне всегда нравятся их телефоны Даже самые дешевые Они стараются не экономить на дизайне На самой какой-то эстетике телефона Все сделано очень так качественно Красиво и добротно В общем, мне реально нравится Давайте посмотрим, что идет в комплекте с ним Идет вот такой вот мануал Гарантия, что это, непонятно Флайм Тоже какая-то, наверное, инструкция Как пользоваться флаймом Идет вот такая вот скрепка Которая открывает лоток И зарядное устройство Тоже давайте сейчас проверим Какая здесь зарядка Зарядка здесь должна быть на 1 Ампер Нет, на 1,5 Ампер Вот 5 Вольт, 1,5 Ампера То есть неплохо для такого телефона Небольшого 1,5 Ампера будет достаточно И кабель USB, micro USB Тоже беленького цвета Ну, вот такой вот кабель небольшой имеется Наушников нету И больше, собственно, ничего В комплекте у нас и нету Так, и приступим к настройке самого телефона Как продавец писал Здесь установлена уже международная прошивка То есть мне не придется его перепрошивать И, как вы видите, здесь куча языков И есть даже русский язык Нажимаю далее Выбрать регион Ну, регион можно выбрать Россию для удобства Так, так, так Листаю дальше Польша Вот она, Россия Далее Ну, и здесь он будет мне писать Как пользоваться Flyme Всякие пользовательские соглашения Настройки Wi-Fi Сейчас это все настрою и вернусь к вам Ну, вот и все Быстренько я настроил телефон И первое, что меня интересует Это прошивка Конечно же, прошивка Официальная ли она здесь или нет Android 6.0 И версия Flyme Сейчас у нас 5.2.3.0G Да, это официальная версия прошивки И она международная То есть, действительно, мне не придется больше Абсолютно ничего делать Телефон готов к использованию Единственное, что мне, скорее всего, придется скачать Ой, я уже забыл, что у него нет вот этой кнопки назад Единственное, что мне, скорее всего, придется скачать Google сервисы Да Когда вы подключаете Wi-Fi У вас автоматически начинают скачиваться сервисы Google Play Потому что сервисы Google запрещены в Китае И просто продавец не мог их установить Потому что не было, наверное, доступа Но как только вы включаете Wi-Fi Они у вас автоматически ставятся Поэтому проблем вообще никаких нет Что еще меня интересует? Ну, давайте проверим звук Мне всегда интересно, какой звук из динамика Динамик здесь расположен с нитинзу Вот они, четыре вот такие дырочки Отсюда как раз будет идти звук Выбираю звонки А, нет, не туда Вот, рингтон Максимальная громкость Ну, нормальный звук вроде Пока что не могу сказать, что какой-то он супер хороший Или очень плохой По первым впечатлениям, как телефон лежит в руке Немного он врезается в руку Потому что вот эти края, они такие прямоугольные Не закругленные То есть он похож на такой брусок А-ля iPhone 5, а-ля iPhone 4 Который был с такими прямыми углами Но при этом держать его удобно Он небольшой Палец дотягивается практически до края экрана Но мне кажется, что вот эта рамка верхняя Она немного большая Мне кажется, могли бы ее немного еще уменьшить Meizu не делает рамки черные, большие Вокруг дисплея, да, как Xiaomi Из-за этого я их тоже люблю Потому что они не делают эту псевдобезрамочность Здесь маленькая, тонкая такая черная рамочка Поэтому можно брать телефон белого цвета Но при этом сама рамка, она вот в цвет корпуса окрашена Не сказать, что она какая-то супербольшая Но и не маленькая В общем, для такого телефона, я думаю, пойдет И давайте еще проверим сейчас камеру Камера здесь на 13 мегапикселей Постоянно они ее как-то программно улучшают Но при этом не меняется она уже, по-моему, с поколения Meizu M1 Note То есть очень-очень такая она уже старая Но все время по-разному снимает В разных телефонах она по-разному снимает Они ее улучшают как-то программно Ну давайте вот на примере текста Всегда более наглядно можно посмотреть на Что способна камера Потому что можно увеличить всегда текст Посмотреть О, что-то он задумался Прям так серьезно задумался Так, надо перевернуть А, я же забыл, это же Flyme Здесь же все очень-очень удобно так переворачивается в одно действие Вот, вот такое вот качество Ну, кстати, неплохо, смотрите Приближаю, смотрите, какая детализация Все видно, все читаемо Нормально, нормально фотоет Так, и давайте еще фронталочку Ну и вот такая вот фронталка Фронталка здесь на 5 мегапикселей В общем, что хочу сказать о телефоне Телефон стоит сейчас примерно 120 долларов Если переводить в наши деньги Это 7 тысяч рублей 7 с половиной тысяч рублей Выглядит он дороже своих денег В белом цвете есть телефон Есть телефон в черном цвете По-моему, в золотом и в розовом То есть цветов много Но в белом цвете вот мне реально нравится Как он смотрится Похож на iPhone 4S Собран он очень качественно Железо тут тоже, в принципе, неплохое Да, конечно, Mediatek Но 8 ядер все-таки И видеоускоритель от Mali Тоже новый, T860 Ну и давайте теперь приступим уже к U20 К старшей модели Она должна быть немного больше Здесь производительный процессор Тоже телефон пришел со стеклом Продавец молодец Продавец молодец Положил стекло Так, и вот такой телефончик Тоже белого цвета Тоже наклеены Вот эти все лишние наклейки Еще вот такая наклейка наклеена Вообще, эти телефоны Очень похожи внешне Единственное, чем они отличаются Это размером Видите, да? Очень-очень похоже Ну, у 20-й он прям такой Прям такой большой-большой Для любителей фаблетов Он отлично, наверное, подойдет И, кстати, по вспышке Вспышка здесь одинаковая И здесь двойная Хотя небольшое такое окошечко И они сюда поместили два светодиода И здесь тоже двойная Двухтонная Давайте пока осмотрю его внешне Чтобы не было никаких повреждений Здесь 2,5D стекло Закругленное Вроде пока ничего Я не вижу никаких повреждений Вот это вот металлический каркас Сзади тоже стекло Классное стекло Нравится мне стекло на телефонах Смотрится, конечно, круто Так, и тут тоже настройка Сейчас я ее быстренько пройду Тоже есть русский язык Как я понимаю, здесь должна быть Аналогичная прошивка, как и здесь То есть международная Глобальная С русским языком Коротко расскажу о комплекте У 20-го Здесь все то же самое Единственное, что здесь зарядка Идет уже не на 1,5 А, а на 2 А Написано 2 А Ну, давайте посмотрим Что у нас тут С телефоном самим Я настроил телефон Здесь у нас версия уже 5.2.4 Тоже с окончанием G Значит, международная И здесь тоже он нам предлагает Сразу установить Google Play сервисы С помощью моего Wi-Fi Так, и давайте проверим сейчас Версию Android Ну, здесь Android тоже будет Android Ну, здесь Android тоже 6 Вот Android 6.0 Кстати, скоро два этих телефона Обновятся до новой версии Flyme До Flyme 6 Meizu огласили список устройств Которые получат новую Flyme И эти телефоны оба входят в этот список Поэтому скоро должна по воздуху Прилететь новая версия Flyme И я тоже сделаю на нее, возможно, обзор Так, ну и давайте теперь посмотрим Какой здесь динамик Динамик здесь также снизу Тоже 4 вот таких вот 4 таких отверстия Захожу я в звук Так, так, так Вот он звук Ringtone Flyme Очень похожий динамик на вот этот Я даже разницы особо и не почувствовал Ну, что могу сказать о этих двух телефонах Оба телефона очень похожи Если U10 подойдет больше людям, которые любят компактные телефоны То этот телефон, конечно, он подойдет больше тем, кто смотрит какие-то видео Играет в игры Он немного мощнее Но при этом здесь разрешение уже Full HD Здесь батарея немного поменьше Здесь побольше В общем, этот телефон также стоит немного дороже Ссылки я оставлю на оба этих телефона в описании к видео Можете посмотреть, купить, если вам они нравятся Будет скоро обзор на оба этих телефона И потом я их еще сравню И расскажу, какая вообще между ними есть разница Потому что разница действительно есть На этом, пожалуй, все Всем спасибо за просмотр С вами был Дима Ставьте лайки, подписывайтесь И всем пока!